Всем привет, раз вас приветствую на самом канале, развожу карпа в кои, сейчас котел работает, температура 33-4 градуса, все передается в рут, так вот сегодня утром зашел, была температура воды 30, ой 30 это 16,9 градусов, ну то есть он вечером, даже в обед погас котел и соответственно температура в котле и воде выровнялась в одинаковую, вот хотел показать как кормлю рыбку, потому что рыбку уже давно кушает, короче беру я примерно вот столько, говорю рыба-рыба-рыба-рыба-рыба, кушать, 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 вот так высыпаю, вот они сейчас начнут хавать, вот они, красавчики. не знаю, может отсвечивать чуть-чуть, да, первую порцию съели, проглотят и вторую начнут есть, с прошлого года остался у меня копинс, удобно, хорошо ведерко насыпалось, вот так что так, кое-что сейчас это, само произошло модернизация, бушует, у меня же вот это была штука и она короче это была закрыта, пережата короче вот этой хренью, я ее открыл и получается сейчас он пузыри, если ее закрыть, пузыри меньше, вот сейчас открою, видите сразу пузырей сколько много, и она прямо начинает дрожать, ну всасывает короче воздух отсюда и насыщает воздух, ну кислородом воздухообмен идет, газообмен, вот вот так все падает, на биозагрузку и стекает, вот так что такие дела потихонечку, ну а здесь растушки, растут потихонечку, короче здесь тоже засадил петрушкой, там укроп с зимой не прижился, вот здесь короче посадил через каждый там 30-40 сантиметров низкий томат и огурец, тоже будет чередоваться, вот до сюда вот так, вот, так что так, еще пока видать не проросли они, ну вот это блин, кажется это шпинат растет оттуда, у меня окажется в прошлом году морковка здесь росла, а я думаю, что за странно это, как сказать, эти, зеленуха торчит, а это морковка окажется у меня там была, вытащил после зимы, она такая нормальная, свеженькая, хорошо в земле сохранилась, вот, может это тоже от морковки идет, хрен знает, вот, короче сейчас жду, когда начнут сходить, помидорчики, огурчики, какие-то зеленуха вперед, ну сорняк возможно, вот, и сейчас откопал на улице шланг из-под земли, сейчас надеюсь за сегодня оттает, и надо уже наливать пруд, воды мало в пруду, но она пустилась сантиметров на 18-20, а это, ну, достаточно много, это не полторы тома, наверное, вот таких дела, рыбку уже кормлю где-то месяц назад начал кормить, вполне себе нормально, то есть сегодня у нас какой-то там марта, не знаю какое, но у меня уже вовсю рыба ест, растет, котел уже 38,5 градусов, сейчас эта заслонка начнет потихонечку прикрываться, когда он сильнее будет нагреваться, вот, эту я не закрываю наверху, потому что в нем конденсат образуется, это же водяной котел, да, и получается вода здесь, ну, не больше 40 градусов прогревается, потому что отдает тепло через теплообменник пруд, она сюда льется, здесь как бы воздухообмен, газообмен происходит, все тепло от воды отходит, да, в землю тепло уходит, потому что на улице-то снега, по колено, поэтому из-за холодной температуры там жар идет, и, ну, сейчас попробую показать, вот она горит, и видно, вон нагар, да, и нагар особо-то не хочет слезать, даже если вот так горит, поэтому я решил для себя, пускай лучше побольше дров, да, будет уходить, зато не так сильно будет нагарать вот этот хрень вся там, попыть, ну, и будет сильнее разогреваться, больше передавать в пруд тепла, ну, и как бы эта температура будет повышаться, вот, так что, можем взять вот так, пополивать чуть-чуть, потому что солнышко светит, здесь в теплице жара, блин, невыносимая, ну, реально, жарко, очень даже, как летом, сейчас жарко, вот, помидорки польем, помидорки посередине посажены с огурками, поэтому я только серединку вот так поливаю, чтобы не пересыхала земля в этих местах, и все. Такие вот дела, кто хочет, тот тоже отопление для теплицы сделать, берите на вооружение, в принципе, и действенный способ, но здесь, как бы, а, что хотел показать, почему эта теплица, ну, не годится для зимнего, во-первых, потому что, сейчас я покажу, вот, туда рука уходит, то есть, она просто лист примыкает, лист примыкает сюда, вот, чтобы он была теплая, надо, чтобы лист вот так шел целиковый вниз, вот, ну, грубо говоря, как купол был, вот так, целиковые листы, тогда да, вот, тепло не будет уходить, а так, через дверь уходит, здесь уходит тепло, ну, как бы, много потерь, может быть, я летом и сделаю, как-то, наверное, продолжение так сделаю, чтобы целиковое было, потому что, как-никак, тепло уходит, ну, что там, рыба, лягушки ожили, прыгают, заходишь, наверное, по пеноплексу, прыг, 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 все, наелится, рыба наелась, вот, так же таки взяла, пепел, с котла сюда просто высыпаю, перекопаю это все, и будет вот как там, все перекопано, хочу виноград сюда посадить, вот сюда, сюда и туда, чтобы три винограда, ранний, средний и поздний, и хочу, чтобы он так вырос, и мне закрыл, допустим, половина теплицы, чтобы здесь слишком жары не было, потому что я особо летом дверь не открываю на проветрине, у меня из-за того, что много наливаю воды холодной и скважины, да, так как я беру на полив, ну, не так сильно нагревается, то есть пруд, он, как бы, аккумулирует тепло, и здесь не так жарко, а этот, если виноград будет здесь расти, вот так наверху, то не так здесь жарко будет, то есть он у себя будет удар принимать, и будет расти, расти, и плоды давать. Ну вот, вроде все, что хотел сказать, все показал, что это, пеноплексом закрыл, чтобы тепло не уходило вверх, и очень даже хорошо пеноплекс держит, вот, если есть вопросы, задавайте, то я с ним отвечу, не забывайте подписываться, чтобы видеть новые видео, вот, и познавать, что-то видеть для себя полезное. Все, всем пока!